так добрый день дорогие друзья добрый день извиняюсь за опоздание зачитался готовился к уроку и увлекся увлекся текстом сейчас я включу секундочку еще в телеграме у нас есть сейчас прямо трансляция в телеграме каждый раз и сейчас я включу трансляции начать трансляцию начать запись только аудио начать запись сегодня у нас 6 сентября 6 сентября сентября готова все запись пошла всем hello hello всем кто слушает нас в телеграме и фейсбуке у нас теперь отлично видите мы стали более технически подкованы значит нас идет обучение и в телеграме параллельно и в фейсбуке значит прекрасно прекрасно всем советую кстати подписаться на наш канал в телеграме и мы сейчас начинаем перед рожжа жена начинаем очень серьезную акцию на будущий год вот якобы шатанин зашел мы начинаем серьезную акцию значит мы хотим мы хотим увеличить деятельность свои икра в десятки раз у нас есть планы сделать онлайн школу а у нас есть много разных планов дополнительных что можно сделать но на все это нужны средства средства мы хотим чтобы так как мы делаем это вместе вот внизу видите ссылочка стань частью великого большого движения это мы пока вот сейчас будем думать как назвать то есть мы хотим чтобы каждый выбрал для себя один из трех возможных вариантов есть вариант друзья ваекра да это 18 долларов в месяц и вы значит участвуете во всех проектах 18 это жизнь число значения жизнь 18 значит это друзья ваекра вы участвуете во всех проектах и мы за вас молимся раз в месяц на код или делаем специальную молитву стены плача прям конкретно ваши имена просьбы и значит один раз в месяц мы за вас молимся есть у нас значит партнеры ваекра это 100 долларов в месяц и вы участвуете во всех проектах как партнеры мы за вас молимся за партнером мы молимся два раза в месяц и если вы будете спонсор ваекра это 180 долларов в месяц мы будем за вас молиться каждую неделю прям прочитывать все ваши имена читать псалмы все это блины дар мне жена напоминает что это не недор это не обед мы будем стараться это делать так как мы организация то мы будем это делать с божьей помощью и спонсоры ваекра они будут участвовать во всех решениях по по распределению этих денег по проектам то есть если вы спонсор ваекра 180 долларов в месяц даете то вы можете как раз инициировать с этих денег какие-то проекты то есть мы хотим чтобы именно делать раз в месяц такой большой зум для спонсоров проекта и вместе решать чем мы будем заниматься куда мы будем направлять эти деньги значит поэтому вы можете выбрать для себя одну из трех возможностей или 18 долларов в месяц друг во икра мы за вас молимся и вы имеете конкретную часть партнерства во всех наших проектах если вы партнер то вы больше имеете часть во всех проектах и мы за вас молимся каждую неделю на котеле и значит если вы спонсор то вы решаете куда пойдут эти деньги и вы вместе ну то есть принимаете решение как у вас есть право голоса инициировать проекты обратно мы занимаемся только образование мы хотим заниматься образованием мы хотим чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате в котором ему удобно чтобы ну все было понятно да то есть мы свет и радость мы приносим людям это наш наш принцип да наша миссия поэтому выбирайте кем вы хотите быть другом партнером или спонсором и значит велкам входим в следующий год вместе входим следующий год вместе все а сейчас мы продолжаем изучать мы продолжаем изучать значит так не книгу о йом-йом сегодня 10 иллюля и сегодня нам рассказывается такой отрывок значит величайший из хасидов альтера рэбэ основатель хаббада говорили что смысл ехидус ехидус это личная встреча была с рэбэ это выяснение установления единения теперь значит что это значит а когда они встречались с рэбэ они первое хотели выяснить духовный уровень хасида на текущий момент то есть рэбэ на него смотрел внимательно и задавал ему какие-то вопросы и в этот момент он определял на на ком духовном уровне находится хасид в данном в данный момент дальше и он рэбэ помогал ему установить необходимый порядок его служения в сфере отдаляться от зла и привития положительных черт характера то есть рэбэ был такой как коуч современным языком диагностика то есть рэбэ так как он был присоединен ко всевышнему он давал он сразу видел там у меня есть один такой раввин очень он не рэбэ он такой цадик большой праведник знакомый я когда с ним встречаются он так смотрит на меня говорит о ты в хорошем духовном состоянии сейчас а иногда он говорит у тебя какие-то проблемы то есть он он такой очень в этом плане чувствительный теперь значит рэбэ дальше говорил тебе нужно обратить внимание на это на это на это и делать это 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 значит отдалиться от зла делать добро и дальше он через эту встречу он объединялся с рэбэ для того чтобы полностью принадлежать всевышнему вместе со всеми своими желаниями то есть рэбэ это был как такой вай фай божественного влияния есть люди я вам точно говорю которые они прям конкретно присоединены ко всевышнему то есть как они присоединены мы знаем что для присоединения ко всевышнему самое главное это намерение то есть их намерение это только служить всевышнему все больше их ничего не интересует и когда человек на мир является он готов ради этого ничем другим не заниматься дальше служение всевышнего для него оно становится каким-то путем есть как мы знаем три пути изучение Торы это интеллектуальный путь, то есть ты тогда изучаешь, такой становишься знаете, мега осознанный каждое действие, а как выполнить эту заповедь, а как? Вот я например там сейчас сижу да, я чуть-чуть себя потрогал, оп, уже надо не делать и даем делать. Дальше урок Торы проводить, а как его проводить? То есть есть законы изучения Торы можно интеллектуально углубляться углубляться и углубляться в изучении воли Всевышнего Другой путь служения человек выбирает, он говорит а для меня главная молитва, и он сидит целый день читает псалмы он каждое слово псалмов Давида он значит он прям он через это слово прям проникает он соединяется эмоционально со Всевышним да, то есть у него он в таком, знаешь, медитации, у него эмоция, любовь то есть у него путь служения сердцем третий говорит, это все прекрасно это все прекрасно, а кто будет добрые дела делать? кто сейчас пойдет и будет проведывать больных помогать умирающим кто будет кто будет заботиться о тех людях, которым сейчас тяжело? я буду делать добрые дела то есть я полностью жертвую своим временем, силами я служу Всевышнему через добрые дела потому что кто-то же должен их делать и это третий путь то есть есть три пути, но главное во всех трех путях это намерение посвятить себя служению Всевышнему и когда человек, он это делает он в этот момент у него уходит его эго и Всевышний через него дает такой как свет и те люди, которые к нему присоединяются они как бы тоже под этот Wi-Fi знаете, есть места, где сильнее ловят Wi-Fi где слабее ловят Wi-Fi вот чем больше ты общаешься с такими святыми людьми тем больше ты соединяешься со светом значит, вторая книга и сейчас месяц Илуль нужно определить, где ты находишься и принять какие-то хорошие решения на будущий год чтобы Всевышний сказал что смотри, этот молодец, он растет он в прошлом году он, допустим, ходил раз в неделю на уроке Торы а сейчас он ходит каждый день в этом году отлично в другой, например он каждый день ходил на уроке Торы а сейчас он начал еще после урока 5 минут учить молитву на иврите да, то есть он уже он растет, он продвигается третий он помогает во всех проектах он вкладывает там по 5 долларов по доллару но он реально как бы он хочет помогать он партнер во всех добрых делах да классно то есть нужно вот именно проверить себя по этим трем показателям и усилиться в каждом из них вторая книга называется обретение неба на земле как обрести небо на земле и нам сегодня дается такой короткий совет значит, совет такой про сострадание и он нам говорит так есть сострадание удовлетворяющее эго и есть сострадание смиряющее эго первое сострадание это чувство жалости к тем, кто ниже тебя то есть человек помогает им и он значит как знаете, доктор есть такой доктор к нему пришел больной он его осматривает и говорит хорошо ооо говорит очень хорошо больной его спрашивает доктор, а что так хорошо? он говорит хорошо, что у меня этого нет значит такой анекдот черный юмор немного но есть, которые помогают но они это удовлетворяют свое собственное эго а второе это сострадание смиряющее эго оно порождено глубоким пониманием порядка вещей вы понимаете что вы удостоены привилегий помогать вашему ближнему и по-настоящему смиренные то есть здесь здесь например вот человек помогает другому давайте подумаем как это на примере работает вот он знает что кому-то плохо и он может помогать как тот доктор ооо хорошо, что у меня этого нету а может а может реально понять что Всевышний сейчас для него ведь каждая эта помощь да она она действительно получается испытание и для того кто помогает потому что если ты человека там обидишь если ты как-то это сделаешь вот именно свысока то это не очень это неправильно а если ты это делаешь от чистого сердца и ты помогаешь и ты понимаешь что Всевышний через это что-то с тобой разговаривает где-то он тебе вы знаете вот для меня лично я вам скажу честно что я если говорить про три вот этих пути тора молитва и добрые дела то я в добрых делах стараюсь быть партнером в добрых делах но то есть я участвую в каких-то благотворительных проектах которые люди делают эти добрые дела а я стараюсь помогать деньгами то есть мне я например ну мне тяжело было всегда это делать я не понимаю как это делать я не человек не человек быта я не могу сопереживать то есть я не знаю мне все время хочется научить что делать а если человек не хочет учиться то есть я говорю смотри вот у тебя плохая ситуация да то есть ну вот недавно я расскажу один человек он разводился с женой у него там жуткие какие-то проблемы в семейной жизни со здоровьем со всеми делами и ему надо помогать есть один парень он ему помогает он его к себе пригласил жить он его кормит там он ну в общем он им занимается физически он ему реально помогает в плане в плане действия а я ему говорю послушай у тебя реальная проблема потому что ты ну это же не просто так то есть у тебя есть проблема из-за которой ты развелся женой заболел тебе плохо у тебя есть внутренняя проблема я ему там одну книжку дал другую книжку дал поговорил а он вообще не видит и все то есть все виновата жена все вокруг виноваты я а я молодец а я молодец и меня это так внутренне так злит что человек вместо того чтобы взяться за себя и начать исправлять свою ситуацию а как исправлять ну то есть работай над собой и человек не хочет я поэтому ну как бы если я вижу что человек не хочет работать над собой и исправлять свою ситуацию то мне тяжело ему помогать потому что я как бы вижу что это впустую потому что сколько ему не помогай ну с моей точки зрения оно оно значит ну оно уходит никуда потому что пока он не осознает ту проблему которая в нем есть оно не закончится его его ситуация да но при этом я знаю что ему надо помогать знаете как есть один дает рыбу а второй учит ловить рыбу вот я как раз учу ловить рыбу но если он не хочет учиться ловить рыбу а он все время говорит дайте мне рыбу тогда я говорю есть специальные люди которые дают рыбу то есть есть люди которые занимаются гмелут хасадим добрыми делами они кормят они ухаживают и так далее я этим людям даю деньги и они эти люди с ними ну за ними ухаживают и делают то есть у каждого есть как бы как в армии разные отряды вот я я в отряде который обучает значит и который молится я могу за него очень сильно молиться вот например человек там болеет да я ему говорю смотри вот тебе обучающий курс как там как ну как заняться здоровьем он говорит не 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 это все не для меня не для меня не для меня я говорю ну послушай что значит не для тебя вот люди от такой же болезни выздоравливают если они делают вот начинают заниматься собой не отстань все я не хочу это все слышать мне не помогает хорошо я тогда буду молиться за него чтобы Всевышний ему помог я попрошу кого-то ему помогать носить ему рыбу но я ему не буду носить рыбу потому что ну я считаю что я лучше помогу тем которые хотят учиться которые хотят которые хотят именно сами исправить свою ситуацию понятно да подход поэтому воикра мы выбрали вот на вот этом вот на можно сказать на рынке служения Всевышнему да то есть служение Всевышнему есть много разных методов мы выбрали путь обучения просвещения и ну то есть те кому надо они придут учиться мы хотим дать обучение в самом удобном формате это наша миссия наша цель хорошо теперь значит дальше недельная глава сегодня хумаж недельная глава раздел называется ТИТЦ когда выйдешь на войну в этой главе больше всего заповедей значит началось с того что вот выйдешь на войну увидишь женщину как на ней жениться родятся дети сын может быть СОРЭРВАМРЕБ который восстает на тебя и дальше идет много разных заповедей вот сегодня заповеди Татьянди мы сейчас несколько заповедей разберем значит когда ТИТИВНЕБАЙТ ХАДАШ когда ты построишь новый дом ВАСИТА МАКА ЛЕГАНЕХА должен ты сделать будешь ограду на крыше твоей ВЛОТАСИМ ДАМИМ БЭБЭТЭХА и не чтобы не было крови на доме твоем ТИИПОЛЬ АНОФЭЛЬМИМЕНЕ чтобы не упал упавший с него то есть мы уже упоминали эту заповедь значит чему она нас учит вот Бог тебе дал новый дом да но ты должен сразу же подумать о том чтобы никому не принести вред сделай ограду на крыше чтобы никто с твоей крыши не упал и как посмотрите как сформулировано в той ряде чтобы не упал упавший с твоего дома потому что тот кто должен упасть он по любому упадет он упадет не с твоей крыши он упадет он с другой упадет он уже упавший но не надо чтобы он упал с твоей крыши да то есть То есть нужно быть осторожным, нужно быть спокойным, продуманным и поставить на своих крышах ограду. Это прямо конкретно заповедь истории. Если у вас есть дом, то прямо крышу можно сделать на нем ограду. Дальше. Дальше идут заповеди, которые логикой необъяснимы, но это заповеди. Значит, не засевать твоего виноградника разными килаем. Килаем это называется смесями. Значит, нельзя сеять рожь с пшеницей вместе. То есть не смешивай вещи. Все должно быть отдельно. Это отдельно, это отдельно. Котлеты отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Какое-то есть такое выражение. Нельзя пахать на быте и осле вместе. То есть раньше это был актуальный пример. Вот у тебя есть осел, вот у тебя есть бык. Почему нельзя пахать? Не знаю. То есть Всевышний так сказал, нельзя везти их в одной упряжке парами для перевозки какого-либо груза. Тоже нельзя везти их. Нельзя. То есть должно быть это для этого, это для этого. И нельзя надевать смешанного шерсти льна вместе. То есть смесь шерсти льна нельзя вместе одевать. Почему? Смотрите, тут я когда-то читал очень глубокие такое размышления на эту тему. Помните, вот почему именно шерсть льон? Когда у Адама Решона, у первого человека, у него было два сына. Каин и Эвель. И Каин сказал, давай принесем жертву Богу. И когда Каин сказал, давай жертву принесем Богу, своему брату. Каин, он был инициатором этого. И он говорит, я принесу из плодов земли. Он был земледельцем. И он взял именно семена льна. Почему-то он взял семена льна. Эвель, он был скотоводом. Он говорит, вау, какая классная идея. Значит, я буду, значит, принесу. И он взял самых больших баранов, ягнят, самых лучших. И он их всех, значит, порезал. И принес в жертву Всевышнему. Да? Шерсть. Шерсть и лед. Значит, Всевышний принял какую жертву? Он принял жертву Эвеля. Это как сейчас кто-то сидит, думает, кем мне стать другом ВАИКРы за 18 долларов? Или спонсоров за 180 в месяц, да? Чтобы я буду активно участвовать. И я буду прям реально посвящу этому и время. Потому что нужно раз в месяц встречаться, думать, инициировать, там, общаться. Что мы будем дальше делать? Или я, значит, друг ВАИКРы 18 долларов даю. Отлично. За меня молятся. Я иногда захожу и делюсь уроками Тора. Обязательно нужно делиться уроками Тора. Тора, вот это была разница между Каином и Эвелем. Каин тоже был очень хороший человек. Значит, он же предложил принести жертву Всевышнему. Но он принес от плодов льна. Эвель, он был странный человек, да, по современным меркам. Он взял и лучшее, что у него было, он отдал Всевышнему. Сейчас на айпаде у меня сядет батареечка, 1% остался. И трансляция прервется, поэтому перейдите на Фейсбук. Оп, уже села. И теперь, значит, Дамир, я в конце отвечу. Теперь дальше. Вот они, значит, по-разному подошли к вопросу. Эвель, он принес больше, лучшее, что у него было. Каин взял от плодов земли. И Всевышний принял жертву Эвеля. Но что, обратите внимание. После этого Каин очень обиделся на Эвеля. Он расстроился. Он говорит, как это так? Всевышний ему говорит, а что? Все по поступкам. Хочешь, принеси больше. Все в твоих силах. Но Эвель, он поссорился с Каином. Каин, вернее, поссорился, напал на Эвеля и убил его. И его убил. Представляете? И получается, что в тот момент, когда с ними произошло вот это вот, все эти события, мы сейчас не будем входить в нюансы этого, это было начало. Мы как раз начнем изучать Тору сначала, через месяц примерно мы заканчиваем годовой цикл Торы и начнем заново изучать, как раз не берешить, мы в эту историю углубимся. Но с тех пор произошло в мире изменения. То есть каждый человек своими действиями, своими поступками, он делает изменения в этом мире. И мы не можем знать, почему нельзя, то есть нельзя вместе лен и шерсть, потому что вот здесь написано, вот Бог так сказал, что нельзя смешивать лен и шерсть. Все, это факт. Вот написано, значит, ло тельбаш шатнес, это называется смесь шатнес. Не одевая шатнес, цемр упиштим, шерсть и лен, яхдав вместе. Что говорит нам устная Тора? Шатнес слово означает смешение, смесь. Наши мудрецы объясняли, это значит, ша это гладкая, тканная сученая, нес значит аббревиатура. В общем, это какая-то шатнес. Устная Тора нам объяснила только само слово шатнес, смесь. Почему нельзя? Это можно догадываться, передогадываться. Заповеди, они идут от Всевышнего и приходят к нам в виде уже приказа. И ты выполняй этот приказ, ты соединяйся со Всевышним. Какие бы мы ни искали объяснения, вот этот запрет смешивать вместе с шерсть и лен, он называется хок, постановление. Этому нет объяснения. Это именно такой вот приказ царя, который и проверяет как раз силу веры. Потому что если я все понимаю, то я все делаю, потому что я понимаю, а логично, это логично, а это нелогично, значит я это не буду делать. Нет, так не работает. Заповеди, это Бог сказал делать, мы делаем. Что-то мы понимаем и называем это межпатим. То есть мы понимаем, там дальше идут заповеди, очень интересные заповеди, кстати, жалко, что мы не успеем их прочитать. Вы можете скачать на вот эту книжечку, по которой мы учимся и сами прочитать. Например, следующая заповедь идет, сделайте стецицид на углах одежды. И дальше идет заповедь, если возьмет муж жену и войдет к ней и возненавидит ее. То есть мужчина женился на женщине. Значит женился девушка, он на ней женится и после этого он ее возненавидел. И он тогда выходит и говорит, а вы знаете, она не была девственницей. Он решил вот просто ее опозорить. Что делать? Тора говорит, значит, что делать? Должны прийти родители тогда и доказать. Возьмут отец девушки, ее мать. И они должны, значит, или вынести простыню с кровью после свадьбы, которая сохранилась. Или рассказать, что это в принципе невозможно и нереально. Каким-то образом они должны доказать, что она чиста. Теперь, и получается он тогда, это клевета. То есть он хотел, он хотел, значит, честную девушку навести на нее. Очень страшное обвинение. В общем, начинают разбираться старейшины. В общем, если окажется, что он обманул, то на него накладывают огромный штраф. И он не сможет никогда с ней развестись. То есть он обязан до конца жизни ее содержать. И, значит, он не может с ней развестись вообще. Раньше было, знаете как, раньше же была какая история, что женщина, она без мужчины, она не могла выжить. Не было, женщины были очень бесправные. И он должен будет тогда, тоже, конечно, ситуация непростая. Да, он ее хотел выгнать. Он всем объявил, что она была не девственница. Но доказали, что она была девственница. И дальше он платит штраф ее родителям. И, значит, она, она и не может с ней развестись. Но ей тоже не особо приятно с ним жить. В общем, в то время были другие семейные отношения. Мы не можем понять сейчас, как они жили и как у них, какая была психология. Потому что никогда не поймет современный мужчина и современная женщина психологию, когда у них было там по четыре жены, по пять жен. Хотя сегодня на сегодня есть, тоже в мусульманском мире есть по четыре жены. Но как они с этим справляются, для меня загадка. Огромная загадка. Потому что, ну, с современными эмансипированными феминистсками тут с одной невозможно справиться. А с четырьмя, как, а как они не стали феминистсками, тоже вопрос. В общем, дальше идут вот эти все, про эту девушку законы. Дальше идут законы, очень важный закон, что если найдется мужчина, который, который вступает в связь с замужней женщиной, их обоих надо убить. Все. И устранить, что зло, это зло от Израиля, из Израиля. То есть, из народа Израиля. То есть, раньше просто, если мужчина изменил с замужней женщиной, то их обоих убивали публично. Представляете? Публично убивали вообще там и делали из этого, ну, большое такое шоу, чтобы никому больше не было, значит, это в голову даже не приходило. Теперь, если там есть разница, а если ее изнасиловали, дальше разбирается. Если это было за пределами города, то тогда ничего. Женщине не делают, а мужчину убивают. А если это было в городе, то тогда обоих убивают, потому что в городе она должна была кричать, ее бы спасли. Но если она в городе не кричала, то тогда это не было изнасилование, должна была кричать. Ну, в общем, разбирались в нюансах, но, в принципе, очень это серьезное преступление. Теперь, значит, все, мы на этом закачиваем законы, отвечая на вопрос Дамира. Дамир спрашивает, что такое МАСЭР, что такое ЦДК. Значит, насколько я знаю, что МАСЭР, 10-я часть, отделяется от тех денег, которые ты берешь на жизнь. То есть, если у тебя есть, например, бизнес, в котором ты работаешь, то есть бизнес – это доходы минус расходы равно прибыль. И вот ты, это как налогообложение такое. Есть, например, страны, в которых ты платишь только, когда ты вытаскиваешь прибыль дивиденды, да? То есть, есть страны, например, Эстония, в которой ты вытаскиваешь деньги, когда есть бизнеса. Это твоя, на себя уже, на жизнь. Твоя прибыль, с нее ты платишь налог 20%. А есть страны, в которых облагается налогом именно прибыль, которая в бизнесе. По итогам года ты говоришь, вот мои доходы в бизнесе, вот расходы, вот прибыль. Им все равно, что ты дальше эту прибыль вкладываешь куда-то и так далее. Прибыль была – была, все. Теперь, тут надо, я не могу здесь, я не раввин, который дает именно ПСАК, устанавливает законы, есть специально такие обученные раввины. Я могу сказать, что большинство моих знакомых, которые занимаются бизнесом, я предприниматель, то есть, я занимаюсь бизнесом. Когда ты вытаскиваешь прибыль из бизнеса, получаешь деньги, да? С этих денег ты даешь десятую часть. Так делает большинство моих знакомых. То есть, если ты вытаскиваешь, например, если ты получаешь зарплату, тысячу долларов, то тут два есть пути. Есть люди, которые говорят, смотрите, есть мои необходимые расходы на жизнь, там это, допустим, 700 долларов. Остается у меня 300 долларов, которые я трачу дальше, как хочу. Некоторые платят с этих 300 долларов 10% МСР. Некоторые 30 долларов дают, некоторые же с тысячи дают. Это надо посоветоваться, ваша ситуация с раввином. Я не могу здесь никакой дать совет. Теперь, если человек бизнесмен, он вытаскивает в месяц для расходов личных, там, 5000 долларов, то он с этих 5000 обычно дает 500 долларов. Это его МСР. Вот так вот оно работает. Ну, так делает большинство людей. Некоторые платят с прибыли. Они говорят, секундочку, мне не важно, что я на жизнь забираю 1000 долларов. Всевышний мне дал сейчас, у тебя миллион заработал, там, акциями какими-то, да? 100 тысяч они дают сразу на прибыль. То есть, здесь у вас есть два варианта. Или считать прибылью то, что вы вытащили из бизнеса, или же считать прибылью, в принципе, то, что в налогообложении называется налогооблагаемая прибыль. Но надо всегда помнить, что те деньги, которые мы дали на ЦДКУ или же МСР, это деньги, которые навечно остаются с нами. Это лучшая инвестиция. Вы вкладываете ее, первое, в свою духовную сущность, и эти деньги уходят с вами на небо, на вечность. Второе, вы вкладываете в удачу. Всевышний сказал, что отделяем МСР в Этитошер, и ты разбогатеешь. Все, этим он сказал, можете меня проверять. Поэтому от того, что вы отделяете 10% от того, что вы зарабатываете, вы не обедняете. Был я несколько дней назад, на дне рождения, у 70 лет одного человека, который, ну, очень богатый такой, все. И он говорит, у меня прям, зачем я слежу больше всего за МСРом? У меня есть отдельный блокнотик, где я записываю все точно, точно свои доходы, расходы, прибыли, и, значит, я отделяю МСР. А теперь дальше. ЦДК. ЦДК это другое. ЦДК это ты выделяешь любую сумму денег, которая тебе нравится. То есть, тут нету процентов. ЦДК это действие, когда ты даешь, когда ты даешь деньги тому, кто в этих деньгах нуждается. Здесь важно не количество, здесь важно само действие. Поэтому лучше всего выделить на ЦДК какую-то сумму, там, 1-2%. Не знаю, ну, какую-то сумму, вот вы говорите, я в день могу раздать, там, 20 шетелей. И вы эти 20 шетелей даете в каждую купат ЦДК. Тут шетель, там шетель, там два шетеля, там, ну, то есть, это могут быть совсем небольшие деньги. Здесь важно, в ЦДК важно само действие, что вы, ваша рука открыта, вы помогаете. Вы хотите это сделать, как бы вы создаете вот этот поток благополучия и давания, которые вы хотели бы, чтобы мир так работал. И вы сами создаете в своем мире вот это вот движение, этот потенциал, что вы дающий через вас, идет добро. И тогда Всевышний через вас направляет это добро. ЦДК спасает от смерти. ЦДК это очень важное действие, которое показывает вашу сущность, кто вы в этом мире. Или вы в этом мире эгоист, который только хочет получать, 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 и вам совершенно не важно, что с другими людьми. Или ваша позиция в мире, что вы говорите, я в этом мире, я часть Всевышнего, Всевышний дает, и я дающий, я помогаю, я даю. Ну, то есть, это ЦДК. То есть, в ЦДК нет размеров, ЦДК это действие. То есть, про ЦДК пишет, что чем больше ты раскрываешь свою руку и даешь, тем лучше. И лучше дать тысячу раз по одной монетке, чем один раз тысяча монет. Это то, что касается ЦДК. Маосер, это просто ты передаешь десятую часть, как бы ты являешься, ты понимаешь, что Всевышний тебе все дает, то, что к тебе приходит. И ты десятую часть в том, что Он тебе дает, ты передаешь просто. Это не твое, это пришло вместе с тобой. Если ты не даешь, ты как бы закрываешь, это неправильно. Если ты даешь и даешь больше, то Всевышний начинает через тебя давать больше. Так это работает. Все, друзья, удачи, успехов. И мы начинаем новый, в следующий год мы начинаем вот этим вот. Маосер, куда давать? Спрашивает Дэн. Значит, куда лучше давать десятую часть? Как я уже говорил, что здесь это полностью твой выбор, кого поддерживать. Я лично стараюсь поддерживать тех людей, которые святые люди, которые посвятили себя служению Всевышнему, и которых я, поддерживая их, я как бы с ними становлюсь партнером. Теперь, где найти этих святых людей? Значит, надо молиться, их надо искать. В принципе, надо искать святых людей, которые присоединены ко Всевышнему, и их поддерживать. Потому что это, можно сказать, заслуга этих людей, существует мир. Вот. Теперь можно, также можно давать в какие-то, в какие-то, там есть организации, которые помогают. Можно лично самому давать, в первую очередь, своим родственникам, которые нуждаются, им надо давать. То есть, вы не обязаны их поддерживать, но вы, как бы, это доброе дело. Поэтому на них тоже можно давать МАСЭР, десятую часть. То есть, в первую очередь, нужно им давать. Если у вас есть нуждающиеся близкие, и вы в это время помогаете кому-то, чужим людям, это неправильно. Это неправильно, да. Больные или поддержку больных, тоже это отлично. Ну, то есть, вы сами распределяете. Лучше всего, как и в бизнесе, не хранить все яйца в одной корзине и эти деньги распределять в разные, в разные, в разные места. Все, друзья. И главное, вот то, на что обратите внимание. То есть, если вы это делаете для самой рекламы, то вы уже свою награду получили. Это не является помощью, это является вкладом в свою рекламу. То есть, вкладом в свою, как бы, вот я такой молодец. Понятно, да. Поэтому старайтесь это делать. Чем больше вы втайне это делаете, тем больше это настоящее милосердие, которое, именно, ваша связь со Всевышним. Чем больше это втайне. Все, и, конечно, жду вас в партнерах, в партнерах, в друзьях или в спонсорах нашего проекта. Потому что мы стараемся обучать как можно больше людей. В настоящий момент 50 тысяч часов изучения Торы, примерно, в месяц, то, что мы создаем. То есть, у нас есть, если взять все уроки, которые мы инициируем, и сколько людей просматривают в онлайне, то в месяц получается около 50 тысяч часов изучения Торы. Ну и в будущем году мы хотим увеличиться, умножиться, углубиться, создавать отдельные уроки. То есть, есть куда в этом направлении двигаться. Все, всем удачи, успехов, счастливо, хорошего дня. Чтобы Всевышний благословил всех вас. Уже то, что мы учим Тору, это уже огромное-огромное дело. Чтобы в заслугу этого Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага.